Всем снова здравствуйте! Всем снова доброго времени суток! Вы на канале Mobile Gameplay и это четвертая серия прохождения сольного рейда Королевства Безумия. Модификаторы Гориллы Гродо на ваших экранах и обращаю ваше внимание, что теперь я начинаю прохождение с аккаунта своего основного, а не с аккаунта новичка, потому что аккаунт новичка уже начал отставать, конечно же, от моего основного аккаунта. Я сейчас показываю вам все, чем я снабжаю, либо все, что я снимаю со своих союзников. А снимаю я почему? Потому что у Гориллы Гродо есть мой самый нелюбимый модификатор под названием Хаос. Вы знаете, я с этим модификатором плохо дружу, я всегда об этом говорю, а поэтому в команду Гутопельницы я ставлю Джона Стюарта, чтобы работала его пассивная способность и работала его саппортская активность. Но я с него снял всю абсолютную экипировку, как вы видите. Что по загрузкам? Что опять по загрузкам? Что опять не так? И меня уже даже в бой игра не пускает. Боже мой, когда это закончится? О боги! Просто вообще! Так вот, значит, слава богу. Джона Стюарта ставлю в первый слот, снимаю с него экипировку, снимаю с него артефакты и просто-напросто выношу его. А дальше сражаюсь исключительно утопленницей. Надеюсь, что, ну, все получится и Горилла Гродь не вынесет, например, мою утопленницу своим супермувом. Хотя, чисто теоретически, на утопленницу можно было бы шарноры надеть, да? А я вообще не помню, что я на нее надел. Вот прям вообще не помню. Я как-то, знаете, так на автомате зашел, нажал на нее, чтобы вам показать, что на ней надето. А что конкретно там было, я и не помню. Ну, а если будет шарноры и Горилла Гродь решит нас вынести, но я думаю, мы это заметим, потому что появится ледяной клон. А если нет, то нет, ледяного клона не будет, утопленница отлетит. Супермувчик поехал, есть. Да, тут, смотрите, потоп просто шикарно сжирает его. Но это основной аккаунт на аккаунте новичка, я не знаю. Я не знаю, что будет на аккаунте новичка, потому что там тоже есть Джон Стюарт, но он всего на двух звездах. То есть пассивная способность нормально, максимально не сможет отражаться на потопе утопленницы. Да, пассивная способность Джона Стюарта, я имею в виду. Да и утопленница там, мягко говоря, послабее, совсем мягко говоря. Но что-то будет. Ладно, пока что про основной аккаунт. Вот мы разговариваем с вами. Так, а здесь интересно. Значит, у Женщины-кошки модификатор, который включает стойкость к критам. Да, плюс ко всему, плюс ко всему есть еще и отключение третьего спецприема. Имейте в виду, те, кто играют за Короля Атлантиды, будьте осторожны. Потому что основной дамаг Король Атлантиды сносит как раз таки благодаря своему третьему спецприему. Это процентный персонаж. Но, а здесь третий спецприем отключен. Поэтому Короля Атлантиды здесь использовать абсолютно бесполезно. Карты беру. Карты беру, опять же, зачем? Потому что у Женщины-кошки стойкость к критам, а карты как раз таки будут миновать эту стойкость и давать все же криты всем союзникам, которые будут находиться в зоне действия, собственно говоря, этих карт. И что, и опять я должен ждать 3 часа загрузку боя, да? Просто потрясающая игра. Раньше между этапами меню были просто колоссальные прогрузки. Теперь даже когда в бой ты пытаешься зайти, тоже прогрузка. Дай боже, да? Ну-ка, ну-ка иди сюда. Вот так лучше. Инфекцию копим. Ну, я так, знаете, немножко пытаюсь, конечно, комментировать бой. Ну, на самом деле, я думаю, что тут комментировать-то особо нечего будет. Тут главное что? Как всегда, все по стандарту. Накопить на супер мув, сделать супер мув. Накопить на потоп. Дождаться затопления. Посмотреть, что по дамагу будет. Но, возможно, еще раз накопить на потоп. Ну, и все. И как бы и все. Вот супер мув полетел. Миллиончик прилетел. Женщине-кошке. Теперь дело за малым. Теперь нужно накопить потоп. Кстати, длительный дамаг очень не дурный. Женщина-кошка пустила, да, на утопницу. Вот-вот-вот, пока в крите стою в луже с критами, да, по 3 миллиона вылетает дамаг. Тут одного потопа вообще, смотрите, с головой хватило. Больше переживал, чем на самом деле этот бой длился. Нормальненько. Хорошо. И вернемся немножко к началу ролика, там, где я говорил о том, в каком виде теперь будут выходить серии прохождения сольного рейда. Вот я сейчас все возможные попытки потрачу на прохождение на аккаунте старичка, а потом этих же боссов покажу на аккаунте новичка. Вот, как по мне, один из самых сложных подбоссов в этом сольном рейде, и в частности на данном уровне. Серебряная банша. Против серебряной банши на своем старичке я, конечно же, беру Харли Квинн сердцеедку, потому что в ее пассивной способности есть возможность отражения оглушения при смене персонажа. Ну, то есть банша будет нас пытаться оглушить, а на самом деле сама поймает оглушение, да. Но мы знаем, что это все в процентах как-то работает. Иногда каждое оглушение может отражаться, иногда ни одного. Помните, как я проходил сольный рейд с Черным Адамом, и в первой попытке Харли Квинн практически ни одного оглушения при такине не отразила, между прочим говоря. Но клинки сущего я, пожалуй, уберу, потому что, а черт его знает, как будет работать отражение оглушения. Вдруг я выведу Харли Квинн, она из-за клинков лишится части своего здоровья, потом нас банша оглушит, и потом банша сделает какой-нибудь спецприем, который будет иметь увеличенный дамаг, потому что противник, да, оглушен. Подождите, а что, куда клинки? Алло, а что с клинками? Почему я решил клинки не убирать? Ну, а вы знаете, возможно, это какой-то знак судьбы. Я сейчас подумаю еще, буду ли я их менять или нет. Но если они остались, пускай остаются. Короче, если банша нанесет по оглушенному противнику дамаг, существует вероятность того, что противник банша просто улетит в мир иной, да, а этого не хотелось бы. Но, ладно, давайте, давайте с клинками, тем интереснее будет. В принципе, тут здоровья не так уж и много, и я надеюсь, что просто одной комбушки хватает. Клинки. Почему оставил? Опять эта погрузка! Алло, игра, дай поиграть в тебя уже, в конце концов. Почему оставил клинки? Все очень просто, потому что хочу пойти на сопротивление. Если все будет хорошо и серебряная банша не оглушит Харли Квинн, то тогда, чисто теоретически, я буквально с одной комбо-серии заберу серебряную баншу. Это будет эпично. Должно быть эпично. Во всяком случае, у меня в голове это именно так срабатывает. Так, кстати, сработало отражение оглушения на Рейвен, да? Но здесь я спешить, так иниться не буду. Сначала исключительно 5 стаков тьмы. Попутно я похищаю энергию банши, чтобы она не делала свои, да, спецприемы. Ну, а потом, когда уже будет накоплена тьма в полном объеме, да, в количестве 5 штук, тогда уже я выведу Харли Квинн. А раньше зачем мне ее выводить, правильно? Незачем. Так, пятый. Пятый стак тьмы. Харли пошла, и оглушение отразилось. Хорошо, но я тут не ожидал. Видите, я назад даже немножко отскочил. Но у нас есть оглушение еще от второго спецприема. Посмотрите, все. Сколько там прошло? 10 секунд с тех пор, как Харли Квинн вышла на поле боя, и серебряной банши нет. Но это аккаунт старичка. Здесь я могу себе позволить нормально, комфортно пройти серебряную банши. Что делать на аккаунте новичка? Ну, я не знаю. Вернее, конечно, я знаю о тактике. Да, какую я буду использовать. Но прохождение этого босса затянется на очень долго. Я теперь сомневаюсь, успею ли я пройти на нормальной сложности на аккаунте новичка. А все, собственно говоря, переключаемся на аккаунт новичка. Никуда не уходите. Вот он. Вот он аккаунт новичка. Поехали. Тут будет нарезка. Ну, я так себе это вижу на момент записи ролика. В общем, если будет как-то по-другому, ну уж извиняйте, комментарии останутся уже такими. Потише, пожалуйста, да. Значит, нарезка будет с боями против трех подбоссов, которых мы уже смотрели на аккаунте новичка. А потом, когда обновятся попытки, мы уже посмотрим на финальную схватку против финального босса четвертого уровня, да. Ну, и на оставшегося подбосса Бэйн. Это уже будет после обновления попыток. Ну, мне кажется, так будет логичнее, да. Вот как бы показал этих подбоссов на аккаунте старичка, потом параллельно показал этих же подбоссов на аккаунте новичка, как я их прохожу. Но это очевидно и невероятно, что на аккаунте новичка невозможно этих боссов пройти с одной попытки. Поэтому, ну, такая нарезочка будет. Ну, как-то не особо много дамага, да, нанесла утопленница по Горилле Гроду. Вот тут меня еще смущает Супер Мув. Сейчас он как сделает на утопленнице, да, Супер Мув? А, нет, решил не делать. Хорошо, немножко спасен. И еще обратите внимание, что у Горилла Грода нет отражающего щита, какой у него имеется, если против него играть, я не знаю, там, в режиме арены, например, да. Это говорит вам о том, что вы можете спокойно, максимально спокойно делать спецприемы вашими персонажами и не бояться, что урон от этих спецприемов прилетит вам обратно по лицу. Поэтому, ну, такой, знаете, приятный бонус. Так, можно было, конечно, так, еще, 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 нет, все. Можно было, конечно, истощить и не допустить Супер Мув, но я принял решение покомбить побольше. Но что здесь по урончику? Ну, где-то как-то. Да, вот так, пока что. Поехали дальше. Следующий подбосс, следующий подбосс, женщина-киска. Здесь взял Робина в команду, о котором я напрочь забыл в предыдущей серии почему-то. Здесь вспомнил. Почему взял Робина? Кто-то может написать, да? Зачем ты взял Робина? У женщины-кошки отключен третий спецприем. Робин тоже процентник и с помощью третьего спецприема умеет снимать процент здоровья своего врага, да? Но я Робина взял не из-за того, что у него есть процентная фишка на третьем спецприеме, который отключен в данном бою. Я Робина взял правильно. Те, кто уже догадались, вы молодцы. А Робина я взял, потому что Робин, когда накапливает тени в ушку, он дает возможность криты включить. И, точнее, не тени в ушку. Я еще немножко путаюсь все же в этом персонаже. В общем, то ли когда я делаю спецприем Робина. Да, да, спецприем я делаю. И включается эффект жертвы на враге. А у нас включается эффект под названием маниакальный аппетит. И пока работает этот эффект маниакальный аппетит, включаются, собственно говоря, криты, стойкость которым сейчас обозначена у женщины-кошки. Вот все, первый спецприем сделал. Защиту кошки понизил. И пошли криты, потому что маниакальный аппетит накапливается у союзников Робина Кинга. Причем у всех союзников, не только металлических. Вот это, знаете, такая альтернатива картам из темного металла, которые я использовал на аккаунте старичка. В принципе, я начинаю чувствовать какую-либо пользу от Робина. Это, конечно, не тот формат, который я ожидал для завершения металлической команды. Но все равно, посмотрите, он, в принципе, может помогать и отчасти делать ветерочек. В принципе, может. Так, вывожу Шазама. И, да, Шазам отлетел. Это было ожидаемо. Но мне проще сохранить Робина. Но, с другой стороны, конечно, Робин воскрес бы. При условии того, что я накоплю теневую энергию. Но зачем? Это лишнее время. Шазамом я, в принципе, в этом бою не пользуюсь. Мне проще было оставить Робина живым. Потому что мне ценнее на данный момент его способности, его возможности, да? Ну, вообще-то, как бы, мягко говоря, очень неплохо продвигаемся. Мягко говоря, да? Ну, посмотрите, как бы, 50 секунд еще остается. А мы большую половину хпшки, уже можно констатировать этот факт, снесли кошки. Я рассчитывал на более скромные результаты на самом деле. А все получилось очень даже неплохо. Если бы еще и третий спецприем работал бы, мне кажется, вообще результаты были бы потрясающие. Но женщина-кошка, получается, не особо-то сложная. Но за исключением тех моментов, о которых я уже упоминал ранее, что если кто-то играет королем Атлантиды, и это его основной персонаж в коллекции, которым они проходят данный сольный рейд, вообще, в принципе, да, все остальные рейды, то здесь, конечно, появятся определенного рода трудности. Но, а вот с утопленницей, даже на аккаунте новичка, никаких трудностей. Цифры дамага просто шикарные получились, посмотрите. Я практически полностью ее вынес. Ну, а теперь приключаемся на следующего подбосса, серебряная банша. Даже не знаю, что там будет вообще в итоге. С этой банши. Вот и она. Вот и она. Я, так знаете, сегодня задумался над тем, что жаль, что разработчики раньше не придумали брать мувсет и анимацию персонажей из Mortal Kombat. Вот Робину Кингу сделали же, да, анимации из Mortal Kombat. То есть украли анимации Бараки и сделали Робина Кинга в Justice 2 Mobile. А что я сделал? Что я сделал? Меньше надо было базарить. Но это попытка все. Хлам. Так, немножко подержусь еще. Короче. Робина Кинги сделали на основе Бараки, да? И очень жаль, что когда выпускали серебряную банши... Но тогда еще, по-моему, не было Mortal Kombat 11, когда серебряная банши выходила. Но так или иначе. Было бы круто, если бы серебряная банши имела бы мувсет Синдел из Mortal Kombat 11. Ну и супер мув оттуда же, соответственно. Ну согласитесь, это было бы гораздо интереснее, чем по итогу мы видим просто перекрашенную серебряную канарейку. Но я думаю, вы понимаете ход моих мыслей, посыл моих мыслей. Я даже не знаю, тут как-то бой начался не так, как я планировал. Я даже немножко растерялся. Что сделать? Супер мув сделать. Давайте, да. Я не знаю, насколько мне это поможет, потому что я же вот парализованный, я же не могу двигаться. И второй спецприем, кстати, да, отключен. Что немаловажно, какого-нибудь Девструка здесь тоже не получится использовать. Уже все, до свидули. Но здесь изначально бой чуть не задался. Хотя, а я много раз говорил, когда начинаете играть, максимально сосредотачивайтесь, не повторяйте моих ошибок. Потому что я начал с того, что я болтовню включил по полной, забыл, что у Серебряной Панча оглушение при текинах. И все. Там практически половина хпшки была снесена только лишь из-за того, что я провтыкал этот момент. Ну все, давай, добивай Джона Стюарта. Здесь, конечно, результатами особо и не похвастаюсь. То есть, ну, что, ну вот так, да. Такое тоже бывает. Ну что, переключаемся на основной аккаунт теперь снова. Короче, наврал вам. Не переключаемся на основной аккаунт. Остаемся на аккаунте новичка. Четвертый под босс Бэйн. Просто попытки обновились. И в тот момент, когда они обновились, я был на аккаунте новичка. Решил не переключаться уже между аккаунтами, записать первую попытку после обновления попыток на аккаунте новичка. Поэтому, да, сейчас босс Бэйн на аккаунте новичка. Опять же, Робин в команде. Здесь Робина можно, ну, если так сказать, использовать по полной, потому что доступен третий спецприем. Никаких ограничений. Ах, подождите, а чё, Бэйну поменяли первый спецприем? В этом сольном рейде как-то поменяли спецприемчики. У Пугала на первом уровне первый спецприем был нетрадиционный, не такой, какой обычно у золотой версии Пугала. У Бэйна не такой первый спецприем. Он же там башкой проламывает пространство. А здесь он ногами машет. Непонятно, зачем это сделано, на самом деле. Ну ладно, бог с ними. Бог им судья. Значит, Робин опять взят мной, потому что здесь нет никаких вообще проблем, чтобы делать третий спецприем. Чё-то здесь пошло не так. Пропустил вражеский спецприем Бэйна. И, соответственно, процент здоровья Бэйна будет снижаться благодаря третьему спецприему Робина Кинга. Главное сейчас, что вот Супер Мув выманить, да, у Бэйна? Есть. Супер Мув слил Бэйн. Теперь мне ничегошеньки не мешает, чтобы активным способом использовать Робина. Делаю первый спецприем, включаю жертву. Включаю маниакальный аппетит, вывожу утопленницу. Пока висит дебаф под названием жертва на Бэйне. Посмотрите, как я быстро коплю теневую энергию. Максимально быстро. Что позволяет, конечно же, вызывать большее количество раз потоп у топальницы. Но третий спецприемчик Робина Кинга тоже в кассу достаточно залетает. Еще раз первый спецприем, чтобы обновить жертву. И опять по кругу. И вот так, вот так, только лишь так я буду сражаться против Бэйна. Но если все будет работать так, как я себе это вижу, то чисто теоретически никаких сложностей опять же не должно быть. Но понятно, что это будет не одна попытка, но во всяком случае вот прям сложностей сложностей не вызовет прохождение Бэйна. Просто придется потратить больше, чем одну попытку. Здесь сейчас крайне помог опять же эффект дополнительный от теневой формы Робина, который заключается в том, что у нас есть шанс на блокбрейкер. Ах, красавец! Я вот, вы знаете, чем больше я играю за Робина Кинга, тем больше он мне все же нравится. В какой-то мере он даже мне больше нравится, чем Бэтмен, который смеется. Я, может, сейчас что-то вообще плохое сказал. Но, вы знаете, Робин Кинг это тот персонаж, который вот, знаете, как говорится, как хорошая книга. Хорошую книгу надо прочесть несколько раз, чтобы понять, чем же она так хороша. С Робином Кингом абсолютно та же самая история. Когда я впервые им поиграл, я вообще не понял, что происходит. А вот сейчас на аккаунте новичка в принципе, в принципе, я понимаю, как за него играть, так или иначе, да. И где-то я уже начинаю искать гораздо больше плюсов в этом персонаже, чем изначально я озвучивал. Но, наверное, на аккаунте новичка я больше пока что в этой серии ничего показывать не буду. Бои со всеми четырьмя подбоссами показал. Также я и буду драться против них в дальнейшем. Но, наверное, в завтрашней серии покажу, на каком этапе я на конкретно этом уровне. Ну, а теперь уже точно переключаемся на мой основной аккаунт. Без вариантов. Вот он. Вот он основной аккаунт. Шесть попыточек, да. Прилетели новые, как и обещали. В 18.00 по московскому времени обновляются попытки. Показал вам, что у меня надето на моих персонажах. Но на всякий случай, вдруг кому-то будет интересно. И отправляемся бить Бэйна. Кстати, я как-то не особо почувствовал на себе действие модификатора нуль-поле. Модификатор, который отключает наше снаряжение и пассивочки. Как-то вот не особо чувствуется. Но, опять же, это обычный уровень сложности. Возможно, пока что, да. Единственное, что здесь тоже такой спорный момент, это то, что у нас модификатор задержка работает. Задержка это всегда плохо. Кто понимает, о чем я, оценит мой комментарий. Ну, а в данном бою задержка это плохо, потому что если кто-то до сих пор еще играет через клинки сущего, то клинки сущего не сможете нормально настакать, потому что персонаж дольше будет сидеть в запасном слоте, поэтому будет сложно меняться им. Да ладно. Тоже с одной камбушки Бэйн улетел. Но я как-то не рассчитывал. Но Банши, понятно, с одной камбушки улетело в нее хп-шки было поменьше. У Бэйна так поболее здоровье, чем у серебряной Банши. Я не рассчитывал на то, что он улетит с одной камбухи. Ну ладно. Ладно, меня, конечно, устраивают такие расклады. Так, что здесь у нас? Я же еще не видел. Так, и что? И вот опять у меня миллион тысяч вопросов. Как это он между этими формами переключается? Насколько сильно у нас будет здоровье отниматься? Насколько сильно прибавляться, соответственно? Может это будет как в предыдущем босс-файте с утопленницей, да, в предыдущей серии. Может будет какой-то обратный отчет или еще что-то. Еще, обратите внимание, я не смогу здесь использовать Харли Квинн, потому что есть модификатор противоядия. Это, конечно, не полная стойкость к урону по времени, да? Но, все же, это будет не то пальто. Беру утопленницу и, вы знаете, возьму, наверное, Джона Стюарта и Бэтмена, который смеется, который наш, а не вражеский. Или вот я не знаю Бэтмена, который смеется брать. Или не Бэтмена, который смеется. Вот прям не знаю, это я сомневаюсь на самом деле. Может быть и Робина лучше взять, потому что Робин, он как-то, может быть, будет более выгодный. А более выгодный в плане чего? В плане того, что Робин Кинг будет отключать спецприемщики Бэтмен, который смеется, вражеского. Нет, давайте, давайте Робина Кинга. Давайте Робина Кинга. Может быть, я сейчас сделаю какую-то ошибку. Может быть, я потом горько об этом пожалею, потому что прервется череда беспроигрышных прохождений на основном аккаунте, да? Но что-то мне подсказывает, что Робин Кинг, возможно, в этом бою поможет мне больше, чем Бэтмен, который смеется. Несмотря на то, что у Робина Кинга всего лишь три звезды, нет никакой экипировки. Шарноры обязательно отправляются к Робину Кингу. Я даже подумывал над тем, чтобы на утопленницу нацепить шарноры. Но, не знаю, посмотрим. Я, честно, я не смотрел в ютубчике бои против этого босса. Я думаю, что они уже есть. Я не совсем понимаю, что означают его эти способности в сводке. Но существует вероятность того, что я не пройду это с одной попытки. Но посмотрим. Может быть, тут все не так критично будет, как написано. Ой-ой-ой, а что это какой-то дамаг? Слушайте, вот он, этот дамаг, да? И как он поменялся. Так, теперь у него форма темнейшего рыцаря. И опять пошел жесткий дот. Все, я понял. То есть, когда вы проводите смену персонажа, Бэтмен меняет свою форму. Нифига себе урон! Вы вообще это видели? Ой-ой-ой-ой-ой, я вообще не понимаю, что происходит. А он в своей теневой форме, получается, наносит повышенный дамаг, да? Если я правильно понимаю. Но здесь очень удачно, благодаря ледяным клонам, утопальница попала на теневую форму Бэтмена и начала отхил, да, получать. Но это жестко, согласитесь. Ой-ой-ой, мне кажется, на героических сложностях это будет прям жестко. А вот теперь, я думаю, будет сложно, потому что утопленница сейчас поймает, опять же, форму БКС, когда он будет у меня, да, отнимать ХПшку. Это неприятно. Надо попытаться накопить на теневушку и, соответственно, воскресить Робина и тем самым, и тем самым сделать так, чтобы утопленница опять попала на форму Бэтмена, который смеется, который будет хилить ее, а не отнимать у нее ее здоровье. Слушайте, некомфортный босс, однозначно. Интересный, опять же скажу, интересный. Я уже запутался, что я делаю. Работает ли моя тактика? Так, да, Робин вроде бы как получает урон. Супермуф на него слил. И все, и утопленница должна... Да, хилиться. Все, хилиться, утопленница. Сработала моя система. Мне пофиг, что у меня отнимается энергия. Черт с ней, я спецприемы за утопленницу почти не делаю. Мне главное, чтобы у нее была хпшка и была теневушка. Теневушка у нее накапливается благодаря обычным комбухам. Все, добил. Фу. Но это мощно. Это мощно. Я сейчас прям получил приток таких эмоций, знаете ли. Такой прям ажиотаж, азарт. У меня давно такого не было. Вот в бою с утопленницей вчера у меня такое было. И в сегодняшнем бою против Бэтмена, который смеется. Этот рейд мне нравится. Боссы интересные. Это факт. Я просто себя сижу и ловлю на мысли, что на самом деле до последнего не знал, чем закончится этот бой. Потому что в предыдущих сольных рейдах это было уже максимально прозаично. Я входил в бой, я понимал, что ну вот этот бой я выиграю. Да, этот бой я возможно не с одной попытки пройду. А вот в этом сольном рейде такие боссы, в которых ты сомневаешься, пройдешь ли ты их, не пройдешь, получится ли не получится. Ой, да уберите к чертовой матери ваши эти предложения. Я не буду это покупать. Кстати, насчет покупать. Друзья, не забывайте о том, что у меня в описании ролика есть ссылка на человека, который поможет вам с оформлением доната. Кто хочет тематические артефакты купить, сейчас прекраснейшие предложения, на мой взгляд, есть в игре. Поэтому обращайтесь к человеку, он вам поможет официально, абсолютно официально задонатить в Anjustice 2 Mobile. Тем более еще и с 20% скидкой. Смотрим, что выпало. Что тут выпало, товарищи? Ну-ка. Ну, без комментариев. Тут комментировать нечего, убирайте. Это шлачье. Доступно звездное повышение. Спасибо, пожалуйста, идите не мешайте. Вот такая серия получилась сегодня. Надеюсь, она получилась не менее эпичной, чем предыдущие. Ваши пальцы вверх поставлены, комментарии написаны, подписки на мой канал оформлены. Все, до завтра. Завтра уже будут схватки с финальным боссом. Не пропустите. До новых встреч.